Здравствуйте. Ясалов Кирилл. Представляю научно-обновательный центр Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций. Представляю Санкт-Петербургский университет и научно-обновательный центр в университете телекоммуникации имени Бонч Бруевича. Предлагаю вам ознакомиться с нашей разработкой виртуальной лаборатории, которую мы построили для изучения IT-технологий при помощи микротиков и их виртуализированная операционная система Road to Ross. Небольшая история. Наш центр открылся 6 лет назад. Нам поставили оборудование. У нас 6 больших телекоммуникационных 48-юнитовых стоек, которым установили телекоммуникационное оборудование, которым мы начали свой путь. В 2013-2014 году мы в нашем учебном классе проводили базовую кафедру для Ростелекома и проводили занятия в Академии Huawei по датакому. В следующем, в следующий этап развития мы создали тренажер по изучению сетевой безопасности. Прототип показали его на Microsoft, на ImagingCup. И после этого наше развитие выросло в систему мониторинга, которую мы с удовольствием внедрили в университет и пользуемся ей для учебных процессов. Вот как выглядит наш учебный класс, на котором мы проводили занятия для Ростелекома и который мы потом модернизировали, докупили маршрутизаторы Микротик и при помощи консольных кабелей учим студентов, рассказываем им, как настраивать, как работают всевозможные IP-технологии, протоколы и сервисы. Из чего состоит наш класс? Это веб-сервер стоечки, сервер загрузки тонких клиентов, чтобы не надо было мучиться с компьютерами, студенты не могли их сломать и все время загружалась конфигурация по умолчанию. Муртизатор доступа Микротик стоит на каждом столе. Есть консольный кабель к компьютеру подключенный и сетевой кабель, который позволяет подключаться и симулировать домашнюю IP-сеть. На рабочем месте, как я уже сказал, тонкий клиент. И рабочее место преподавателя, который имеет доступ ко всем рабочим местам студента и имеет интерактивную доску. Вот так выглядят наши рабочие места. Студенты сидят, трудятся и настраивают Микротики. Но поскольку сейчас тенденция в обучении очень сильно ушла в виртуализацию, очень сильно ушла в еленинг, что видно на цифрах онлайн, планируется обучение онлайн до 10 тысяч человек в год. И количество онлайн-курсов будет в районе 3 тысяч. Это так называемый проект цифровая образовательная среда, который Министерство связи, Министерство образования внедряет в нашу жизнь. И вот по небольшому анализу я могу сказать, что сейчас в России существует порядка 8 крупных игроков, которые, скажем так, захватывают мог образование и которые пытаются отобрать хлеб у университетов. Но это, конечно, не так, потому что чем больше онлайн-курсов, тем интереснее преподавателям преподавать, и тем более глубже они могут давать знания. Что из себя представляет онлайн-образование в плане пользовательского интерфейса? Это некая навигация по курсам, медийный материал, это может быть аудиоматериалы, видеоматериалы, текстовые тесты, обязательно прокторинг, который позволяет сдавать дистанционно с идентификацией студента с проверкой, что он не списывает экзамен инструкционный, получает сертификат, лабораторная работа, дополнительный практикум. Но что не хватает? Естественно, дистанционно никакая образовательная платформа не позволит сделать лабораторный практикум. И большая проблема проверки знаний. Да, можно скачать всевозможные эмуляторы крупных производителей вендоров оборудования, но как их проверить, что студент сделал? И не хватает мотивированности студентам. Как показывает статистика, 7% студентов, начавших курс, доходят до его конца и получают сертификционный экзамен. И то это еще даже цифры завышены. Вот мы, посмотрев на это все безобразие и имея большой опыт в телевизионном оборудовании, решили сделать систему, которая позволит дистанционно подключаться к оборудованию, дистанционно подключаться к виртуализированному оборудованию и делать, проводить дистанционные лабораторные работы с автоматическими проверками и онлайн-мониторингом выполнения работ. Из чего состоит наша система? По системам виртуализации, это может быть КВМ, Ксенсервер, OpenStack и модельные сети, которые построены на виртуализированных операционных системах. Эти модельные сети строят следующим образом. Мы через виртуальные коммутаторы соединяем физически устройства в модельные сети. Каждому студенту дается по одной сети и, соответственно, таких сетей должно быть столько, сколько у нас планируется индивидуальных полигонов, индивидуальных стендов. Помимо виртуализированных операционных систем, это могут быть живые устройства. Например, те вендоры, которые не предоставляют виртуализированных операционных систем, могут этим воспользоваться и проводить лабораторные работы на таком оборудовании. Например, Huawei DeLing. Это, в общем-то, уже известно. Дополнительно, значит, к сложным модельным сетям, которые предлагаются студентам, мы разработали, естественно, пользовательский интерфейс, который необходим для того, чтобы студенты могли работать в этих модельных сетях. База курсов, статистика, редакторы под системой сбора метрик, принятие решений и всевозможные дополнительные сторонние инструменты, такие, как WebWareShark, генератор трафика и прочее другое. Вот наш набор виртуальных лабораторий, который мы разворачиваемся в университете и предлагаем для студентов для проведения лабораторных занятий и научных исследований. Вот так выглядит пользовательский интерфейс при подключении к виртуализированной системе микротип. Из чего он состоит? Из более-менее стандартных вещей. Это навигация по курсам, навигация по лабораторным работам, изучение теории, теоретический материал, дается выполнение лабораторной работы, ход работы, шаги работы, подключение к виртуальным машинам через веб-оммулятор терминала, который находится внизу. Вот мы видим красивую надпись микротик. Настраивается конфигурация этого устройства и происходит проверка знаний. Для того, чтобы более академично преподавать материал, мы не только даем настройки сетевых устройств, в том числе микротик, но и рассказываем, из чего состоят протоколы. Мы написали небольшое приложение, которое позволяет открывать через веб-браузер пикапы и, соответственно, студенты могут дистанционно смотреть у себя через веб-браузер то, что они настроили. Соответственно, мы по этим пикапам задаем вопросы, тестируем знания студентов и выдаем оценку. Как происходит оценка знаний? После того, как студент выполнил задание в веб-оммуляторе терминала, он должен ответить на контрольные вопросы и записать ответ в соответствующие поля. Система передает данные на наш сервер, который находится на хост-системе. Происходит инициализация скриптов проверки. Скрипты проверки обращаются к устройствам, проверяют, как студент настроил оборудование, проверяют конфиги, регулярными выражениями и любыми программными кодами проверяют, что настроено. Если есть необходимость проверки связности, пинг или проверка связности маршетизации, соответственно, проводятся натурные эксперименты системы с скриптами. Дальше система после проверки на реальном оборудовании сверяется с базой данных и выдает оценку знаний. После получения оценки система, накапливая опыт, предлагает студенту индивидуальную траекторию обучения. Для чего это нужно? Многие студенты приходят с разным уровнем знаний. Необходимо магистру давать посложнее задачи, бакалавру попроще, школьнику, еще более упрощенные и более частые тренажеры. Соответственно, мы попытаемся подстроить траекторию обучения, чтобы было востребовано. Для того, чтобы проверять знания, мы используем более-менее стандартные способы форматов полей ввода. Можно проверять без ответа, просто что настроено, либо можно вводить информацию, чекбоксы, радиобутоны. Все более-менее стандартно. На этом слайде представлен пример, как выглядит администрирование скрипта проверки. Потому что скрипт проверки, он один-единственный, и он инициализируется, но для того, чтобы он проверил то, что необходимо, оператор или администратор базы данных, соответственно, создает этот скрипт. И в этом скрипте уже все прописывается. Подключение по SSH, какой конфиг проверить, что в этом конфиге проверить, какие данные нужно проверить. Также в этом конфиге задается уровень сложности и количество баллов за вопрос и ответ. Вот блок схемы работы универсального скрипта. После того, как мы записали ответ, студент записал ответ в текстовое поле, происходит активация кнопки проверить, происходит активация программы, и запускается скрипт. К этому скрипту подцепляется индивидуальный конфиг-файл, индивидуальный для этого конкретного задания, и происходит обработка. Перед вами представлен пример, как выглядит виртуальная лаборатория для изучения IP-технологий и услуг на примере 10 рабочих мест. Так преподаватель видит этот стенд. Тут одновременно 10 рабочих мест, и они независимы друг от друга. Каждый студент получает индивидуально свой рабочий стенд. Соответственно, у нас получается, что для 10 рабочих мест мы используем 10 рабочих мест Linux, клиент СОХа слева, 10 точек доступа роутероз, которые, как мы видим, микротики в веере, один общий шлюз микротик GV, который предоставляет выход, является шлюзом для выхода в интернет, 10 серверов, на котором развернута операционная система Debian, и вспомогательные веб-приложения, сквич, веб-шарк, файловый сервер. Таким образом я плавно перешел к составу наших виртуальных лабораторий. Для того, чтобы изучать основы услуги сетей передачи данных, мы с ребятами на хост-системе создаем 11 виртуальных роутероз и 23 виртуальные машины Linux. Мы их объединяем в пучки и прописываем для каждого полигона, прописываем физическое соединение. Все остальное ребятам, студентам полностью доступно без каких-либо ограничений. Можно перезагружать, сбрасывать, удалять, все что угодно. При последующем подключении к стенду оборудование возвращается в исходное состояние. Для изучения статической динамической маршетизации мы используем уже 40 маршетизаторов ОС и 20 виртуальные машины, а для МПВС уже 50. Какие мы выявили особенности при работе с нашими системами? А в основном, что каждая версия, у каждой версии свои есть какие-то поддерживаемые форматы или какие-то неподдерживаемые. Например, когда мы развертывали учебный класс, мы не смогли запустить USB Wi-Fi свистки, потому что они поддерживались только в 5.26 версии. Соответственно, в шестой уже пришлось даунлоудить операционную систему. Внутри виртуальной лаборатории, когда мы пытались снять дампы, нам необходимо было передавать данные по FTP и, соответственно, мы находили какие-то неожиданные, не читай маски, символы, пришлось подстраивать FTP, настраивать FTP протоколы. Что, значит, нам в виртуализированной персональной системе роутерос, какие возникли сложности? Почему-то только 4 Ethernet оказалось. И мы, поскольку один занимаем для управления, один у нас для связи с шлюзом, у нас остается только 2 Ethernet, и студентам тут небольшое… Есть, в общем, ограничения для студентов. Мы не знаем, как работать с Wi-Fi. Вот пока мы не придумали, как нам сделать виртуальную лабораторию Wi-Fi. Может, нам кто-то подскажет, как Wi-Fi в Ethernet запихать, чтобы попробовать сделать лабораторную работу. Вот небольшой пример статистических данных, где мы рассмотрели, как студенты отвечают на вопросы, сколько попыток по каждому заданию было сделано. И, исходя из этого, мы поняли, что некоторые задания очень сложные, и мы их автоматизировали путем системы автоматизации, которая помогла нам избежать рутинных ошибок. Мы создали специальную систему интеллектуального доступа, которая позволяет исполнять подключение по SSH, запускать дампы, копировать файлы, получать дампы через Wireshark, все получали в автоматическом режиме, что сократило количество ошибок где-то в 3-4 раза и увеличило скорость выполнения лабораторных работ. Подведу итог, чем хороша наша система, почему мы ее используем в университете, почему мы ее используем, эту систему, в МОК-курсах, таких как открытое образование в OpenEDU, это работа с реальным элитаризированным оборудованием, не имитатор никакой, автоматизированная проверка выполнения заданий, мы можем проверять сколь угодно одновременно количество студентов, проверки заданий и оценивать их знания. Мониторинг прохождения заданий студентов, куратор может отслеживать текущее состояние, разработка уникальных курсов, возможность институционного слежения при работе в классах, достаточно лабораторных работ, методическая поддержка в университете у нас, естественно, возможно, возможность включения оборудования различных вендоров, таких как Cisco, Huawei, Microtik, Juniper, Linux, ReBSD и так далее. И доступ к системе, состоящий через веб-браузер в любое время суток, вне зависимости от преподавателя, не от загрузки университета. Спасибо за внимание. Жду вопросов. Так как у нас мало времени, только три вопроса. Хорошо? Спасибо за доклад. Очень интересно. Прикольная система. Интересует, каким образом вы проверяете результаты именно самой лабы. Не теоретических знаний, а самой лабы. Потому что, как мы все знаем, одно и то же действие можно сделать… Одного и того же результата достичь разными действиями. Соответственно, я считаю некорректно проверять просто, какой получился конфиг у студента на выходе. Каким образом происходит проверка? Проверка осуществляется не только подключением к оборудованию, проверкой конфига, но и конкретным результатом. Если, например, нам нужно связать два устройства в одну сеть. Например, клиент SOHO подключить к микротику. Рабочее место клиента подключить к микротику. Им нужно, соответственно, настроить один интернет-интерфейс и второй интерфейс. И они должны быть в одной сети. По заданию, естественно, это никакая не 24-я маска, а совершенно другая. И они должны ее посчитать. И как только студенты настраивают рабочее место и микротикшность доступа, они говорят, все, мы готовы, проверяем. И система просто берет, подключается к одному устройству, пингует, другое проверяет доступность. Никакие не конфиги, просто проверяет доступность, пингует. Да, абсолютно точно. Да, мы проявляем скрипт проверки, который бы проверил доступность и правильность выполнения работ. Вот на этом слайде в истории развития моего нотца заявлено, что в 2015 году мы первый раз представили на конференции M2C идею, прототип программы InfoTelecom Portal, когда мы хотели все объединить в единое пространство и, соответственно, предоставить… Микротик появился, когда мы купили микротики где-то в 2016 году. То есть два года. Сейчас активных три в разработке порядка десяти. Потому что очень много исследовательских… Курсов для исследовательских работ, очень много работ делают магистры, потому что мы им даем просто инфраструктуру, и они на этой инфраструктуре, соответственно, смотрят, как живет оборудование, и очень много еще дипломников, магистров пишут свои работы. Спасибо. Спасибо.